Здравствуйте! Уже сегодня примерно 20% населения Европы страдают заболеванием глаз, ведущим к слепоте, причем долгие годы для самого больного его недуг остается незаметным. Речь идет о так называемой возрастной макулярной дегенерации, дегенерации желтого пятна сетчатки глаза, которой поражены около 30 миллионов человек на Земле, а это значительно больше, чем катаракта и глаукомой. Заболевание это связано с разрушением участков сетчатки глаза, отвечающих за центральное зрение, в которых плотность зрительных рецепторов максимальна. Обычно болезнь начинает проявляться где-то после 43 лет, и к группе риска ученые относят курильщиков, гипертоников, людей, страдающих близорукостью, ожирением, постоянно работающих за компьютером более 4 часов в день. Болезни больше всего подвержены люди со светлой кожей и светлой радужной оболочкой глаз, низкой физической активностью, и причем женщины в большей степени, чем мужчины. Кроме того, имеет значение генетическая предрасположенность к болезни и недостаток в рационе питания каротиноидов, лютеина и зеоксантина, содержащихся в зеленых и желтых овощах, в белокочанной капусте, шпинате, капусте брокколи, зеленом горошке, кукурузе, болгарском перце. И, к сожалению, эти каротиноиды не образуются у нас в организме. С возрастом и под действием неблагоприятных внешних факторов количество каротиноидов в сетчатке глаза снижается, его защитная система ослабевает и происходит необратимое повреждение фоторецепторов. На сегодняшний день эффективные методы лечения возрастной макулярной дегенерации практически отсутствуют, поэтому единственный способ сдерживания роста или развития этого заболевания может быть профилактика, основанная на постоянном приеме препаратов, содержащих лютеин и зеоксантин. Проведенные эксперименты на животных и клинические испытания на людях показали, что при добавлении в пищу этих каротиноидов происходит повышение плотности макулярного пигмента как у здоровых, так и у больных людей. У последних, то есть у больных при этом улучшалась острота зрения, восприятие зрительных контрастов, возрастала скорость восстановления остроты зрения после ослепления. Кроме того, офтальмологи считают, что в яркие солнечные дни не стоит забывать о солнцезащитных очках, чтобы глаза свои сохранять. И обязательно нужно есть побольше зеленых и желтых овощей. Для вашего зрения это очень важно. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин